В этом видео мы рассмотрим довольно простую уязвимость, которая при неправильной конфигурации позволяет читать локальные файлы на сервере, которые в принципе должны быть скрыты. Прежде всего, давайте попробуем понять, что это такое и как с этим работать. В англоязычной литературе все вы можете встретить название Past Traversal либо Directory Traversal. Иногда ее еще называют ./. На русском языке есть пара вариантов, один из которых – это обход каталогов. Как вы уже знаете, веб-приложение предоставляет возможность чтения и отображения некоторых файлов, например, фотографий и документов. Естественно, данные файлы хранятся в специальном каталоге или в папке данного приложения. Однако на сервере могут храниться и другие файлы, которые не предназначены для широкого круга лиц. Это могут быть различные логи, пароли и многое другое. Итак, на чем же основана атака? Дело в том, что для чтения файлов используются абсолютные или относительные пути к конкретному файлу. Данные пути можно еще называть как системные ссылки. Если в эти ссылки добавить символы . ./., то операционная система воспримет эти символы как указание перейти на каталог выше, то есть в родительский каталог. Если указать последовательно несколько таких символов, то можно полностью выйти к корневому каталогу. Например, на Windows корневым каталогом является диск C, а на Linux просто слэш. Давайте рассмотрим небольшой пример. Предположим, что в браузере мы вводим следующую ссылку. Сразу же видно, что в результате запроса в браузере отобразится содержимое PDF файла. Теперь посмотрим, что происходит на сервере при получении данного запроса. Скрипт Display.php извлекает имя файла из параметра File, а затем к началу его имени добавляет системную ссылку, образуя абсолютный путь к указанному файлу. Данная ссылка передается файловой системе, которая читает файл и передает его содержимое обратно в веб-приложению. Теперь взглянем на другую ситуацию. В этом же браузере мы немного изменяем запрос, добавляя к нему известные нам символы. Кроме того, мы также изменили имя файла. Чуть позже я объясню почему. Теперь посмотрим, что произойдет на сервере. На сервере формируется следующий путь к файлу. Как мы уже знаем, точка-точка слэш говорит системе перейти на каталог выше. Поэтому в итоге файловая система обращается к файлу уже по следующей ссылке. То есть с помощью символов мы вышли с каталога assets. Для чего же мы изменили имя файла? Дело в том, что нашей первоочередной задачей является определить, имеется ли уязвимость на сервере или нет. Так как мы перешли на один каталог выше, то нужно указать имя файла, который наверняка присутствует в системе. Обычно таким файлом является индекс.php или индекс.html. Данные файлы присутствуют во многих веб-приложениях. Если файл существует в конкретном каталоге, то он отобразится в браузере, и это будет сигнализировать нам о том, что сервер уязвим. Какие же цели преследует данная атака? В основном это раскрытие конфиденциальной информации. В исключительных случаях можно на сервер записать свои файлы или полностью подменить существующие, тем самым нарушив работу сервера, либо установив над ним удаленный контроль. Теперь узнаем, как проводить само тестирование. В первую очередь определяем структуру самого сайта, какие имеются каталоги и ссылки. Затем ищем, пытается ли сервер отобразить какие-либо файлы. Файлы не обязательно могут иметь расширение. Имена файлов могут передаваться через GET или POST запросы. Если передаются через GET запросы, то вы можете видеть их и даже менять в самом браузере. Если же они передаются через другие параметры, указанные на слайде, то в данном случае нам понадобится специальная программа PROXY, либо плагин в самом браузере. После того, как вы нашли потенциально уязвимые ссылки, вы можете последовательно вводить символы ..slash, пытаясь прочесть файл, который наверняка присутствует в системе, и вы знаете, где он расположен. На слайде вы видите один из приемов, который используется для определения, уязвим ли сервер или нет. Запрашиваемый рисунок находится в папке images. Мы немного меняем запрос, то есть добавляем символы и снова папку images. По сути, это означает, что мы входим в папку images, затем выходим из нее и потом снова входим. Если сервер не фильтрует данные символы, то в браузере отобразится всего тот же рисунок без каких-либо ошибок. Сразу скажу, что данную операцию нужно проводить через программу PROXY, так как сами браузеры могут исправить данный запрос и у вас возникнет ложная иллюзия наличия уязвимости на сервере. Если же на стороне сервера ведется фильтрация указанных символов, то можно использовать альтернативные символы, о которых мы поговорим далее. Обычно администраторы на своих сайтах реализуют фильтры на основе черных списков, то есть они просто блокируют определенные символы. Другим типом фильтров является проверка на наличие разрешенного файлового расширения. Например, на экране указана легитимная ссылка, с помощью которой отображается содержимое файла PDF. Если на сервере присутствуют только файлы подобного типа, то реализованный фильтр будет проверять наличие соответствующего расширения в каждом передаваемом параметре. Если передадим в качестве параметра имя файла без расширения или с другим расширением, то запрос будет блокирован. Однако данные ограничения можно легко обойти. В первом случае мы можем применить различные методы кодирования. Конечно, администратор может их также добавить в черный список, но при этом ему придется добавлять довольно много символов. При этом вероятность того, что он что-то забудет, либо введет неверный символ, возрастает. Поэтому использование черного списка не самый лучший вариант. Для обхода фильтров файловых расширений применяется ноль терминирования. Данный термин хорошо известен в программировании. Его наличие означает конец строки и все, что за ним следует, интерпретатор игнорирует. Поэтому мы можем запросто в конец добавить требуемое расширение файла, а перед ним поставить символы терминирования строки. Какими же программами пользуются профессионалы для поиска и эксплуатации уязвимости? На слайде представлен лишь список некоторых из них. Однако программ на самом деле много. Можно воспользоваться автоматическими сканерами, но если приложение очень сложное, то велика вероятность, что сканер может что-то пропустить или вообще не в состоянии ничего определить. Поэтому в этом случае приходится все делать вручную. И как раз указанные программы могут в этом помочь. Теперь, когда вы знаете, что из себя представляет данная уязвимость, то наверняка вы уже можете понять, какие методы защиты можно применять на сервере. Естественно, по возможности не хранить чувствительные документы в каталоге приложения, а еще лучше на самом сервере. Не передавайте значения параметров для обработки напрямую в файловой API операционной системы. Для этого используйте API языка сервера, на котором написано веб-проложение. Ну и наконец, возьмите за практику использование белого списка разрешенных символов вместо черного списка запрещенных символов. Продолжение следует...